Больницы, дома ребенка. В этих учреждениях люди находятся практически круглосуточно, поэтому обеспечить комфорт в таких организациях – первоочередная задача во время начала отопительного сезона. Не менее важно в этот период как можно быстрее подключить к теплоисточникам детские сады, а также школы и другие образовательные учреждения. С начала недели в объекты соцсферы постепенно начало поступать тепло. Такая схема по этапной подаче ресурса действует на протяжении нескольких лет. Нам очень приятно, что стало доброй традицией подключение тепла в образовательные учреждения в период перехода от теплого периода на холодный. И сейчас уже в детском саду очень комфортно, тепло, температурный режим соответствует нормам. И уже с начала недели у нас тепло. Температура в групповых помещениях детского сада 24 градуса и 22 градуса в спальне. Здания детского сада готовили с лета, проводили опрессовку. Отопление благополучно подключили, в течение двух дней все отрегулировали. За благовременной подготовки к отопсезону и плавному пуску тепла мэрия и ресурсоснабжающие организации уделяют повышенное внимание. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включать отопление в соцсфере, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение пятидневки. Даже если днем на улице тепло, ночью приходит похолодание и дома постепенно остывают. Мы констатируем, что те категорийные объекты социальной сферы это больницы на сегодняшний день подключены 40 процентов. По второй категории подключены менее, порядка около 25. В среднем подключена сегодня социальная сфера порядка 30 процентов. И эта работа продолжается с учетом погодного фактора. Но право реализовали, как я сегодня сказал, 40 процентов. Постепенно тепло подадут в остальные здания системы здравоохранения, школы и другие образовательные учреждения, спортивные и культурные организации. Работу по подаче теплоносителя для соцсферы первый вице-мэр Владимир Василенко поручил завершить к концу этой недели. А уже с понедельника, 25 сентября, отопление начнут включать в жилых домах Самары. Процесс этот не одномоментный, ведь жилой фонд насчитывает больше 10 тысяч зданий. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События.